Всем привет, дорогие телезрители! Вы смотрите «Прямое включение». Передача называется «Летний эфир». Меня зовут Пётр Говоров. Погода прекрасная сегодня, ветерочек дует. Ведь так, дорогие гости? Да, да, очень. Иван Охлопков и Чингис Грылов у нас в гостях. И мы будем рассказывать вам о смешанных единоборствах, а точнее о турнире, который пройдет, если не ошибаюсь, 2 августа в городе Алдан под названием «Железная лига». Часть третья. Ну что, Ваня, расскажи, пожалуйста, что за турнир и чей проект? Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие земляки. Про турнир рассказать. Турнир будет по боям смешанного стиля, по профессиональным боям «Железная лига» часть третья. Если рассказать о «Железной лиге», в прошлом году, 5 июня, мы запустили этот проект в центральном парке города Ипусска. Ваня, перебьюйте, да? Извини, пожалуйста. А давайте мы не только послушаем, но и посмотрим отрывочек от этого замечательного турнира «Железная лига». Хорошо было бы. Парк. Смотрим. Ну мы смотрим еще второй турнир. Это Ленск. Ленск. Это часть вторая была. Это часть вторая. Юля, вот. Расскажем об этом. Неделю назад, да? Да. Мы смотрим, получается, это вторая часть, это город Ленск. Да. Расскажите, пожалуйста, Ваня, что произошло там? Сколько бойцов? При поддержке федерации бокса города Ленска 15 июля прошел турнир «Железная лига» часть вторая в городе Ленске. Ну, прошел на ура. А сколько бойцов было? Сколько ребят? Там было 6 поединков. Ребята дрались по правилам современного панкратиона профессионального. И бойцы были с города Мирного, Ленска, с Башкирии и Секутска. Также я знаю, что есть у вас специальные кубки и медали, сделанные на заказ. Специальные кубки и медали есть, да. Изображение? Железной лиги. Железного человека. Железного человека. Не того Железного человека из Марвела, а настоящего бойца смешных единоборств. Да, да, да. Также я хотел спросить, вот, я знаю, что у вас есть клуб замечательный, превосходный. Все люди туда идут, приходят и начинают тренироваться и добиваться своих успехов. Под названием «Сахаврестлинг ММА». Да, «Сахаврестлинг ММА» у нас клуб существует. 2012 года. Работаем. Ну, Чингис, я думаю, как директор, да, если не ошибаюсь, да, может рассказать нам, сколько всего воспитанников у вас и кто стал настоящим-настоящим после вашего клуба. Так, ну, наш клуб действует с 2012 года. Основатель вот Иван Федорович Ахлопков. Семенов. И Арсен Никандрович Семенов. Вот вместе ребята с 2012 года начали двигаться по боям, именно продвигать, популяризовать эту тему. То есть развивать. Да, развивать. Два года назад открыли собственный клуб Шавкунова. Зал небольшой, с собственными силами также, да. Да. Своими силами. Да, и по данный момент ребята, наши действующие бойцы, вот молодое поколение, старые ребята уже. Кого бы ты хотел бы выделить? Я бы хотел, можно перебью всех выделить? Ну, у нас есть действующие бойцы, как... Казимир Захаров. Казимир Захаров. Игнат Андросов. Игнатий Андросов. Борис Федоров. Василий Атласов. Андрей Лаптев. Помимо того, что у нас занимаются не только ребята якутской национальности, есть с Украины ребята, вот русские ребята есть, очень много. Дагестанцы, Индусе. Сильнейший боец у нас, Сингушетии есть тоже сильнейший боец, Сингушетии зовут Мофсер. Мофсер Досхоев, да, он двукратный победитель по профбоям в республике Саха-Якутия. То есть он в Норфайде дрался, помните, наверное, скорее всего? Да, 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 помню. И помимо этого к нам в Дагестане есть очень хороший молодой человек, Узаир Абдураков его зовут, тоже дерется на 77 килограмм. Он в данный момент проживает у меня на родине, в Ханглии. Он оттуда сюда ездит и тренируется, и выступает за нашу команду. Он является чемпионом республики по ММА, любительскому ММА 2017 года. Мастер спорта по вольной борьбе и рукопашному бою. РМБ получается, да? Да. И у нас еще были ребята, к сожалению, они были сильнейшие бойцы. Сейчас их с нами нету. Вот Игорь Сифте был очень сильнейший боец. Алексей Никитов был тоже очень сильнейший боец. Они ваши друзья, правильно, Игорь? Они наши братья. Да. Близкие братья получили. Ну что, дорогие, вот такие великие ребята с АХА в Реслинг ММА. Если что, ребята, я извиняюсь, кого не назвал, там, чуть-чуть волнуюсь перед камерой. Ладно, Ваня. И хотел бы все-таки спросить и показать нашим телезрителям. Изначально, Иван, вы же рассказывали по поводу 5 июля, да? Если не ошибаюсь. 5 июля, который прошел первый турнир Железной Лиги. Да. 5 июня. 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 Это видео, которое мы сейчас наскоряк, быстренько-быстренько я передал своим коллегам. И я бы хотел, чтобы сейчас телезрители посмотрели. Очень оперативно. Давайте, Петр, молодец. Можно я расскажу, да, про Железную Лигу? Так, ну что, можно добавить комментарии, Иван? Да. А вот Железная Лига, этот проект, на самом деле, идея моего брата, моего близкого человека, Чингиза Грылова. В данный момент он директор этого проекта и Сахар-Лесин ММА клуба нашего. Вот идея произошла от него. Я вот долго думал, потом решили совместно создать турнир. для выявления сильнейших бойцов. Я знаю, что есть филиалы у вас. Правильно? Да, у нас есть филиалы, наши команды есть в городе Алдане, в Хандиге у меня на родине. И так далее. И в северных районах. Ну вот, Чингиз, расскажи, пожалуйста, сложно ли было это все организовать? Про четверку расскажи, Чингиз. Собрать людей и четверку. Турнир было, конечно, организовать очень сложно, так как в прошлом году еще смешанное единоборство, можно сказать, таким масштабом не являлось. У людей не было интереса. Мы написали около 800 писем и разослали их по всем организациям, по крупным, по мелким, сами бегали, около 450 организаций пробежали, встретились с директорами, поговорили. И просили этому сумму финансовую спонсор, ну, спонсорскую помощь для бойцов, получается, да, для оплаты их боев, получается. Суммы незначительные были, в пределах 50 тысяч рублей. И нам помогли всего-то 10 компаний из 800 писем откликнулись. Наши друзья, наши спонсоры. Наши друзья в основном, те, кто действительно согласились помочь. Получается, трудности это нахождение спонсоров и партнеров, правильно? Да, конечно. А еще какие вот трудности, чтобы мы понимали, и телезрители так же понимали, и гости, которые пришли бы на турнир и поддержали бы себя? Трудности содержать вот зал наш, первый момент. Второй момент, содержать наших ребят, которые выступают на нашу команду. То есть им надо выплачивать зарплату, хотя бы мизерную. У некоторых семей, там, дети, то есть надо их, они заботятся. Потом, третий момент, надо их часто отправлять на сборы. На сборы, катать, как говорится. Например, куда на сборы? Например, Хабаровск, ближайший наш город, наши друзья. Потом Москву, потом Нигер-Шетю, потом Дагестан и так далее. В Таиланд, в Китай. Потом так же своими силами мы ребят отправляем. Вот когда нам вызов отправляют, своими силами мы отправляем участвовать в этих боях. За свои деньги, получается. За свои деньги, да. Да, на турнире, получается. Ну а сейчас, вот теперь, кто-то вас поддерживает, например, взять вышестоящие органы? Сейчас нас поддерживает Егор Афанась Борисов. Это да. Да. Благодаря ему... Министерству. Благодаря ему мы провели два крупнейших турнира, масштабных турнира. Какие? Not Fight. Петр, вы были в команде, вы все знаете. Да, ну я вот телезрителем, да, для телезрителей. Первый турнир прошел Not Fight в феврале 2016 года. В триумфе, да, получил? Нет, в полкинике. А, в полкинике. В Творце спорта, 50 лет. В Творце спорта, там сильно нас поддержало, во главе Николая Горисовича Степанином. Потом второй турнир уже более масштабный стал. Это уже триумф. Уже Игорь Афанась, да, сам взялся. Ну и в планах, получается, его? Да. Ну в планах будем дальше развивать вот North Fight, клуба главы нашего, уважаемого. И в планах все уже, сентябрь, выезда начинаются. Ребята целое лето готовились. Дальневосточные федерации. Современного Панкратиона. Современного Панкратиона в год проводят более 20 турниров. По Дальнему Востоку и по всей России. К этим турнирам мы как бы готовимся и готовы. Наше молодое поколение подрастает, как говорится, да? Потом, в данный момент, наш боец Борис Федоров проходит тренировочные сборы в Китае. У него 26 августа бой будет в Китае. У него соперник очень грозный. Кто был по нации? Хорват, да? Хорват или Чайский? К сожалению, у Василия Атласова с загранпаспортом не получилось. Наша миграционная служба не успела вовремя содействовать и помочь. А так был наш парень, тоже Василий Атласов, тоже должен был проходить сборы в Китае на данный момент. Получается. Ну, зато в Алдане подерется. Зато в Алдане подерется, да. Так что всех-всех любителей смешанных единоборств мы ждем в городе Алдан. Приезжайте и посмотрите. 2 августа города Алдана. 2 августа 2017 года. Да. Всех ждем. А стадион какой получается? Металлург. Металлург. Там в городе Алдане, федерация бокса и действующий боец нашего промоушена и нашего клуба Алексей Шаков, он как бы является главным организатором. Сам является мастером спорта по боксу, чемпионом Дальнего Востока и чемпионом Дальнего Востока по любительскому ММА. То есть это подагида Федора Эмильяненко, получается, это союз ММА, в который мы в составе все входим. Интересно. Ну что, дорогие наши телезрители и наши гости, мы прервемся ненадолго, а на рекламу, и будет очень интересно. Будьте с нами, никуда не уходите. Всех приветствую. Вы смотрите программу «Летний эфир». И в гостях у нас Иван Охлопков и Чингис Грылов. Тема разговора – турнир «Железная лига». Ну что, дорогие наши замечательные, большое спасибо, что вы пришли к нам в студию. И расскажите, пожалуйста, Иван, по поводу промоушена. Я знаю, что будет в сентябре. Вы имеете в виду? То есть будет в Москве, но вы будете участвовать, да, разные промоушены. Ну, Чингис Грылов. На данный момент у нас ведутся переговоры с крупнейшим... Чингис, не умирайте, пожалуйста, чуть-чуть задовольны. Да, да, да. С крупнейшим международным промоушеном, чеченским промоушеном Ахмат. Знаем. Да, проявили интерес к нашему бойцу Игнату Андросову. Также его большинство людей знают поклонников как «Волк». Как «Волк», да, Игнать и «Волк Андросов». Сейчас вот жесткий парень. На данном моменте на стадии переговоров. Ну и в сентябре один из наших бойцов выступит в лиге «Файт Найт». Интересно, кто ждет? Ну, в сентябре узнаете. В сентябре мы узнаем. Да, пока не будем подхватывать карты. В сентябре какого именно, что бы мы ждали? Где-то в начале, скорее всего. В начале сентября. Матч ТВ, различные каналы «Боец». Матч ТВ, «Боец» и так далее. По всем каналам будет транслироваться бой. Также я знаю, что, Ваня, давайте мы чуть-чуть отойдем от темы. И поздравим. Все-таки я знаю, что у вашего сына Вити и дочки Юлианы день рождения. Поздравляю. Вот так скромно. Мы поздравляем от лица НВК САХА с днем рождения ваших детей. Спасибо. Ну что, дорогие, теперь могли бы нам рассказать по поводу того, что... А давайте мы позвоним нашему Алексею Мышахову, чтобы он сам рассказал. Хорошо, мы вам, да. Как идет вообще подготовка в Алдане? Да, вообще хорошо. Это возможность связаться с Алексеем Мышаховым? Город Алдан. Да, да, да. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Как идет вообще подготовка в городе Алдан к турниру Железная Лига? Алексей, брат, привет. Ну, все проходит у нас поэтапно. Мы уже готовы практически встречать наших гостей с разных регионов и улусов, городов нашей необъятной республики. Сколько всего боев будет, Алексей? Всего у нас будет проходить 13 боев во всех весовых категориях. Какие, например, начало? С какого мы килограмма начинаем в весовой категории? Начинаем мы с 57 килограмм бой. Ну и заканчиваем мы плюс 93 килограмма тяжелая весовая категория у нас. А взвешивание какого числа будет, Алексей? Взвешивание у нас 1 августа будет проходить в 16.00. Уже как раз все у нас участники, представители приедут в наш город. И официально взвешивание 1 августа. А также хотел бы спросить по поводу гостиниц. Все-таки бойцы прилетают, приезжают к вам на этот турнир. Как вы будете встречать и куда их будете все-таки размещать? Размещать мы, конечно, их будем. Основные у нас бойцы будут проживать в центре подготовки по лыжным видам спорта. Но представители и судьи у нас будут жить в другом месте. Так, всех встречаем, всех размещаем. Мы проводим... У нас есть опыт уже проведения соревнований. И хорошее отношение с директором лыжной базы. Там всегда уютно встречают. Хорошие номера, очень хорошо кормят. Я думаю, спортсмены у нас будут довольны размещением, проживанием. Все условия там есть в этой лыжной базе. А какие бои будут самые-самые? Вы, наверное, сами уже посмотрели карт и удивились. У меня карт на руках сейчас. Карт вот на руках у Ивана. Главный бой вечера у нас, конечно, будет у моего земляка, у чемпиона республики по ММА и призера Дальнего Восточного Федерального округа по ММА этого года. Давраменко Артема с Пироговым, не помню, как его зовут, город Богореченск. Это у нас будет главный бой вечера. Но помимо этого у нас... Пирогов Михаил, Алексей. Пирогов Михаил. ...бойцов. И очень будет много тоже зрелищных боев. Вот судя по файт-харту тоже, я смотрю. Будет интересно. У меня еще боец, Богореченск. Ну что, большое спасибо, Алексей. Мы к вам приедем. Встречайте нас. Все, мы вас ждем. Всего доброго. Всего доброго. Ну что, Ваня, мы послушали Алексея. Да, Алексей вообще молодец парень. Он сам действующий боец, еще раз повторюсь. Майя спорта России по боксу в Российской Федерации. Мы видели... Мы можем даже увидеть на фотографиях, которые мы заранее подготовили. Да. Он в Ленске был? Он в Ленске не был. А, не был, да, в Ленске? Он дрался в Камчатке. Угу. На Дальневосточном федеральном округе. Ну это полностью, полностью, я думаю, здесь фотографии... Провел два боя. История с Ахавресом ММА. Да. В первом бою задушил. Хорошего боя с Владивостока. Во втором бою... На кого? Очень рекламировали его соперника местного. То есть хозяина турнира, получается. У него... Сколько секунд было? На седьмой или на девятой. На первых секундах. На первых секундах левом боковом. Первого раунда. Левом боковом, да, уронил? Да, левом боковом. Уронил. И тем самым он проявил интерес от Федора Емеляенко и от других всероссийских промоушенов. То есть Федор Емеляенко он сам подошел? Да. Такой молодец. Также он тем самым заинтересовал нашего друга, нашего старшего наставника Дмитрия Александровича Конькова. С промоушеном МФП, который нас всегда поддерживает. И под ихней агитой мы в данный момент проводим турниры. То есть, как бы дорога ему открыта, Алексею Шахову. Ну, ждем. Получается, юбилатори, UFC. Ждем. Хорошо было, да. Чтобы он там выступил и показал себя. Ждем дальнейших боев Алексея Шахова. Все-таки нашим телезрителям интересно своего ребенка привезти к вам. Сахавресленник ММА. Вот, Чингис. Какие требования нужны? Да, мы детей начнем тренировать с сентября месяц. Сейчас в летнее время у всех каникулы. Кто в летних лагерях и так далее. Детей тренируем в шести лет, но делаем исключение для быстро развивающихся, можно сказать. У нас дети с четырех лет уже ходят. Это как видно, получается, Чингис, что они быстро развиваются? Если ребенок активный, физически крепкий получается. И проявляет желание, проявляет интерес к единоборствам. Бывают и такие дети, извините, перебью, да. Да, активные, быстрые, сильные. Родители, наверное, замечают их. И вот такие родители к нам приводят детей маленьких. Некоторых детей родители даже приводят, чтобы специально угомонить ребенка. В школе они, в школе или в детском саду у них слишком много энергии и не хватает, точнее не успевают. Гиперактивные. Да, гиперактивные дети, которые не могут растратить всю свою энергию. Вот таких детей к нам приводят. Тренируем мы детей с 6 лет до 14. А с 14 уже дети уходят в старшую группу. Ну, вместе с студентами, получается. Вместе все, получается. Да. А как идет вообще процесс тренировки какой? Процесс тренировки у нас ведут действующие наши бойцы, то есть специалисты своего дела. Мастера спорта по кикбоксингу, допустим. Мастера спорта по вольной борьбе, мастера спорта по самбо и по рукопашке. Настоящие бойцы, настоящие спортсмены. Настоящие спортсмены, которые действующие спортсмены, действующие нашего клуба. Тем не менее, прошли специальную подготовку, помимо боев, по своим видам спорта. А сколько длится тренировка, занятие? Полтора часа длится тренировка. Полтора часа, в неделю три раза. Примерно час. Час, полтора. Вы спрашиваете про детей или про злослухов? Я вообще полностью спрашиваю. Детям, наверное, меньше. Да, детям часик где-то, минут пятьдесят. А в взрослом полтора часа до трех даже бывает. То есть, получается, сам человек приходит и выбирает направление. Там же не только бойцы, правильно? И вид направления смешанное единоборство. Но есть еще у вас в зале и фитнес. Для женщин фитнес. А для женщин есть смешанное единоборство? Для женщин, да, женская самооборона есть у нас. Тренирует наш действующий боец. Мастер спорта по боксу, кикбоксингу. В стиле атласов. В принципе, девушки и вошли хорошие результат показывают. Быстро обучаются. Человек доходчиво все объясняет, показывает. Так получается. Иван, и все-таки вы президент федерации современного панкреционной республики Саха-Якутия. Ведь так? Председатель правления. Но когда я сказал по поводу, когда у нас было закрытое мероприятие, я сказал председатель, мне сказали президент обязательно. Президент федерации. Лана, главный председатель. И вот Иван, вообще как идет развитие у нас в Якутии, в республике? Именно по смешанным единоборствам и современному панкрециону. Очень хорошо сейчас начали. Ну не только начали, давно работают клубы. А сколько всего клубов у нас? Вообще в Якутске очень много их. Например, это свыше 30 или меньше 20? Больше 10 где-то. А, больше 10. Ну где-то порядка 20 есть, кажется, если не ошибаюсь, клубов. А пропагандируют они какой вид спорта получается? Смешанное единоборство, бокс? Смешанное единоборство, есть два отделения. Есть любительские бои. ММА, да, получается? И есть персональный ММА. МФП, да? Ну, МФП, профессиональный панкрецион, то есть. Ну что, Иван, а расскажи нам, пожалуйста, что мы ждем от города Алдана и какие впечатления мы получим? Потому что времени мало, мы должны уже завершать наш эфир. Хотел, пользуясь случаем, поблагодарить наших друзей, кто нам помогает, наших спонсоров. Всем спасибо большое за вашу поддержку и за дальнейшую поддержку. Угу, Чингис, может, что-то скажет, какие-то пожелания? Ну, в Алдане ждем хороших, зрелищных боев. Будут сильные противники. Карты очень интересные. Карты очень интересные, сильные соперники приедут в Благовещенско. Такие, как Никита Подлубный. Да, я думаю, Никита Подлубный покажет очень интересный бой. Он сам откуда? Города Благовещенск. Представитель МФП вот организации. Ну что, дорогие гости, большое спасибо. У нас в гостях были Иван Охлопков и Чингис Грылов. Ну что, дорогие наши гости, телезрители, приезжайте в город Алдан и посмотрите Железную Лигу. Всего доброго. 2 августа 2017 года стадион «Металлург». Субтитры подогнал «Симон»